всем привет у нас сегодня чудесный день посмотрите на эти чудесные облака посмотрим на них прям не через окно а вот так шикарно сегодня снова чудесный день снова прекрасная погода как в принципе и все эти дни просто супер скажите пожалуйста когда вы слышите от людей живущих германии про интернет что вы слышите интернет плохой его почти нет а подключение интернета это вообще особое не знаю там извращение люди типа ждут по два-три месяца и так далее первый раз мы подключали интернет мы ждали очень мало я сейчас точно не смогу сказать сколько я не помню второй раз это было получится два дня назад я сделала заявку и нам прислали уже рутер рутер буквально очень просто подключать что даже есть как и в прошлый раз мы всего лишь вот тут вот такая у нас розеточка мы в нее все дали проводочек подключили в эту розеточку и все у нас есть интернет вот такая вот штучка поэтому когда мы слышим про то что надо ждать в германии очень долго подключение интернета мы не можем разделить с людьми их горе потому что мы понятия не имеем о том что надо ждать пока подключить интернет уже второй раз здесь у нас получается подключиться буквально очень быстро сегодня просто рекорд наверное рекордное время которое было потрачено на подключение интернета за всю нашу жизнь два дня просто два дня и у нас есть новый интернет мы живем в этой квартире 4 года и наверное у некоторых возникнет вопрос зачем нам новый интернет что в чем дело во что до сих пор не пользуюсь интернетом или в общем вот ответ такой за четыре года рутер поплохел ему стало совсем плохо то он сначала стал плохо себя вести терял короче все наши гиреты как-то ноутбуки телефоны и так далее теряли интернет сначала а потом однажды рутер просто не включился и была возможность обратиться конечно же в компанию чтобы они что-то с этим сделали но мы посмотрели какие предложения у компании и решили обновить все потому что у них скидки на новых подключенцев у них новый рутер с новыми фишками на рутере там супер-пупер крутой интернет и так далее поэтому мы решили зачем платить столько же пользоваться старым рутером или ждать пока нам починят что-то поэтому мы решили закончить контракт который был на саша записан и сделать новый контракт на меня за счет этого мы получили новый рутер вай фай 6 к тому же первые полгода мы будем платить гораздо меньше чем мы платим сейчас то есть уже 20 евро оплатили 35 то есть уже смотрите какая экономия ну и плюс обновления так что мы думаем что мы сделали правильное решение приняли правильное решение и особо порадовала конечно же скорость мы решили два дня назад заключили то есть заполнили форму все через два дня мы уже имеем новый интернет в доме и кстати может это какое-то надуманное может быть само внушение но интернет стал лучше все стало лучше с этим новым интернетом посмотрим надеюсь что и пропадать он не будет как пропадал то есть надеюсь что проблема реально была в втором роторе потому что он терял сеть не знаю там выключал нам иногда сеть какую-то и ноутбуки и телефоны отключались если этого не будет с этим ротором то это просто супер потому что она раздражала вот такая вот история ну и что еще хотела рассказать это то что буквально недавно мне попалась на глаза объявления ну вы знаете эти и бейкли и нансайгин это сайт объявлений всяких иногда там что-то можно дешево купить иногда можно вообще бесплатно я увидела бесплатно красбаум это как те . для кошек и так практически новая когте . бесплатно это просто шикарно домичка до спальня там целый дом целый не знаю там он уже спал в этой корзиночке ну лежал не спал он обычно нас любит спать корзинках но в этой он еще не спал здесь он уже спал тут он туда может залезть полностью если ему мешает свет а если нет он иногда вот там вот тело держит а здесь голова его вот этой штукой навряд ли он будет пользоваться он уже вырос из этих но вот этими штучками он пользуется активно и теперь перед вами другие когтеточки начнем с самой его первой когтеточки которую он просто она новая куплена была только для него пользовался ей только он и никто больше но она им была не очень оценена тогда он был мелкий и не особо ее трогал то есть вот это почти почти не тронутая да потом у нас появился вот этот раз по это когтеточка сакрасбаум хочется сказать поэтому и посмотрите в каком у нас состоянии здесь он а это пристройка потом было но она уже тоже вот плачевном состоянии здесь посмотрите на этот столбиком просто что происходит да и видно что этот столбик это самый любимый его столбик он промывал раньше по нём быстро разбирался на самую верхушку теперь просто точит об него когти иногда спирается не избирается просто зависает на нём сейчас так это у нас пристроечка была вот эти вот штуки тоже любимая часть томи он ее он по ней избирается он ее просто точит короче активные и пользуются и вот домик видите это просто уже ну вообщем он еще этим домиком пользуются конечно же не так часто но еще пользуются вот здесь вообще уже ободрана я сначала пыталась это все починить но на каждый раз волос поэтому здесь чтобы просто было безопасно для него чтобы она google не ударялся в этих корзиночках он очень любит спать он спит попеременно то в одно и то в другое и когда мы ему надойдаем то он вот видите вниз так хопа он наш на самый верх залезает вот этот красбаум появился у него относительно недавно наверное год полтора два в общем он один из последних у нас появился он активно пользуется вот этой будкой там спит сами эти столбики он не особо трогает видимо они неудобно расположены вот этот вот видно что он его часто трогает самый нижний да он лежит на полу начнет растягиваться и об него как к когти свои точить вот и получается в этой части он тоже иногда лежит хотя вот здесь вот такая вот ступенечка здесь тоже но он располагается там и здесь часть его тела тоже торчит до фотка есть много даже на на найти здесь он кстати в этих штуках он тоже иногда умудряется поместиться калачиком и спать вот так то есть понимаете да и почему я стала присматриваться к новым когте . потому что вот чтобы заменить вот это и наверное ближайшее время мы модифицируем здесь поставим новую и к ней пристроим эти штуки или нет посмотрим ну и для сравнения еще раз покажем вам что же у нас тут новенькая ведь она вся еще практически нетронутая как нам сказали это было кошечки 1 но хозяйка кошечки решила уехать из страны кошечка переехала в другой дом и там им не нужен был этот красбаум то есть это когте . поэтому мы оказались счастливчиками у которых она теперь будет жить у нас очень важное событие тогда вы видите это сливы но это не просто сливы это сливы привезенные из молдовы и не нами привезены просто в наших магазинах обычно продается продаются фрукты из испании нидерландов франции откуда еще у нас из африки даже еще откуда-то но из молдавы никогда ничего не было мы не видели вот теперь наконец-то из молдовы сливы и как ты пробовал вкусно настоящий молдавский слива говорит саша так что вот так а еще мы решили сварить холодец такое вот очень странное занятие раньше я вообще его не варила никогда прошлом году или позапрошлом мы делали его на новый год рождество в этот раз мы решили сделать репетицию нового года и сварить ходить по выходным у нас четыре или пять где-то чай чайная церемония кофе какао пауза в общем вы поняли так что если вы тоже пьете кофе чай какао или что-нибудь идите приятного вам очки то мы решили что уже пора включать гирлянды и поэтому вот у нас такие гирляндочки и на улице тоже не очень хорошо видно на переливающийся гирлянды короче наслаждаемся а еще иногда я люблю зажигать свечи они все пахнут это кокосом пахнет это клубничкой и это ванилькой классно и атмосферно становится уютно по осеннему а то есть и чемпионате и 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